Продолжение следует... Еще раз добрый день, уважаемые радиосушители. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи посредством ЗУМа декан юридического факультета Балтийской международной академии Ирина Цветкова, которая имеет опыт работы и в парламенте тоже. Добрый день. Здравствуйте. Да, ну вы сейчас такая у нас уникальная возможность со стороны наблюдать за происходящим и в парламенте, и в правительстве. Там интересные изменения вот эти последние дни происходят. Это ротация министров, такая чехарда одного увольняет, другого возвращают, кого-то переводят и так далее. Вот выбрасывают одну партию из коалиции. Как вы все это оцениваете? И что это для простых жителей Латвии означает? Ну, сразу начну с того, что это абсолютный правовой нигилизм. Фактически вчера правительство пало, но это даже не стало какой-то новостью ни в СМИ, ни со стороны президента. Мы не услышали о том, что по-настоящему правительство пало, потому что коалиционное, прошу прощения, соглашение, по сути своей, было расторгнуто, если одна партия была исключена оттуда. Исключена она была тоже не путем переговоров, а путем, так сказать, за спиной сговора, о чем открыто говорят представители партии КПВ, ЛВ, и звонка с утра вчера министрам с сообщением о том, что они больше не выполняют свои функции. При этом совершенно нормальным кажется для президента, для премьер-министра собраться у президента, встретиться и огласить о том, что мы теперь сплоченной командой, с новыми силами возьмемся управлять нашим государством до следующих выборов. Собственно говоря, что изменилось? Изменилось то, что просто выкинули, фактически выдавили, можно так еще назвать, одну партию. Причем сделали это вопреки каким-то договоренностям, о которых совершенно откровенно говорят представители партии КПВ, нравится она кому-то или нет, но они были коалиционные партнеры. И была договоренность, что так как сейчас проходят выборы в самоуправлении, что они до выборов остаются в коллекции, потом уже будут решать вопросы о том, исключать или не исключать. Тем не менее, со стороны партнеров по коалиции произошло самое откровенное предательство. Но это предательство, это сегодня, в общем, норма для работы как парламента, так и правительства. Мы видим, что в парламенте бесконечно отделяются какие-то шестерки, пятерки. Помните, еще во времена... Да, была знаменитая шестерка Олштейна. Олштейна была шестерка, да? И оттуда пошел даже термин такой, олштейнизм, как такое предательство интересов, которые поддерживают потом существующую коалицию, вроде как находясь в оппозиции, а на самом деле, по сути, голосуя постоянно и поддерживая существующее правительство. И это позволило в свое время вену формировать правительство, быть правительством. Сегодня это пятерка, если я не ошибаюсь, закатистого. Я уже не говорю о том министре экономики Виттенберге, который просто предал и перешел в другую партию, национальное объединение. Вдруг он ощутил себя патриотически настроенным, и ему очень близки стали эти взгляды. Для того, чтобы сохранить свой пост, мы абсолютно видим, очевидно, что заранее уже была договоренность и, по сути дела, сбор. И что самое важное, здесь нет политики. По сути дела, мы видим бюрократическую систему, мы видим чиновников, которые в кулуарах договаривают, и так сохранить свои посты. Но где эти политики, которые выражают какие-то идеи, взгляды, и сохраняют их на протяжении хотя бы четырех лет, находясь в парламенте. Но, по сути дела, таких нет. И это все выглядит очень печально. Очень печально. Да, вот если мы вообще говорим о вот этих рокировках правительства, с одной стороны, ну, вы можете как-то даже обнадеживающе на это смотреть, поскольку сейчас одна из фигур, правда, почему-то не на пост министра образования, а на пост министра внутренних дел, человек, ну, с академическим образованием. Да, новый министр образования тоже там, преподаватель в школе. Вроде бы эти люди понимают важность вообще образования. Вы какие-то надежды в связи с этим испытываете, или вы не думаете, что вот они будут как-то вот действительно заботиться о системе высшего образования, об улучшении вообще качества вот образования? Вы знаете, здесь все-таки мне хотелось бы немножко покритиковать и поговорить вообще о компетентности. Ведь министры, члены правительства, это должны быть, ну, если мы сравниваем, нельзя, конечно, сравнивать напрямую, но все-таки, если мы сравниваем с бизнес-средой, это должны быть такие топ-менеджеры, то есть это должны быть лучшие в своей области специалисты, которые точно знают во главе какой отрасли, какой области они становятся, и они принимают самые эффективные решения, да, и они владеют всеобъемлющей информацией и так далее, имея образование, опыт работы и еще какие-то свои эксклюзивные способности. Но у нас вообще не принято ставить компетентных специалистов в должности министров. Посмотрите, что сейчас происходит. Может быть, действительно, не были таким успешным предыдущим министром, хотя я хочу все-таки близкую к своей сфере министра внутренних дел Гиргенса похвалить. Я считаю, что он провел немыслимые до тех пор решения, немыслимые, да, и, по сути дела, он внес огромный вклад, действительно, как он сам правильно говорит, и задел на будущее, да, по улучшению системы внутренних дел. Тем не менее, сейчас мы видим, что происходит все наоборот. Эдлик, из которого хотят поставить, ну и поставят, конечно, на министра благосостояния, он был советником, устраиваемый Аширадо на советником по экономике. То есть, логично было бы его поставить министром экономики, да, чтобы он был специалистом своего дела. Нет, он идет на благосостояние, потому что он представляет определенную политическую силу, и там есть квота, да, у нас есть квотирование в этом смысле. Далее мы рассматриваем, значит, министра экономики, который вообще не специалист, и, собственно, ничем не прославился, и то, что он себе приписывает, притянуто за уши, вообще не является его заслугой, и он, понятно, был слабым министром. Но главное, здесь человек-функция. О чем я хочу сказать, что здесь не о компетентности идет речь, а о человеке-функции. Он должен выполнять свою функцию в этот период пандемии, и такой, как и сойдет. И мы видим на его пандемии... Самое главное – партбилет, правильно? Партбилет самое главное. Не услышал еще раз. Да, я говорю, самое главное – ведь правильный партбилет. Это же основное, правильно? Да, совершенно верно. И этот человек, если мы говорим о Министерстве экономики, министр должен быть просто удобен. Он не должен мешать тем процессам, которые происходят. Более того, он является ярким примером тому, что Кабинет министров может вполне обойтись и без министра экономики. Может быть, кстати, была речь о том, что в конце концов проведут реформу и объединят, что нам не нужно держать Министерство финансов отдельно, Министерство экономики отдельно. Нужно провести эту реформу и сократить количество министерств. Но этого не случилось. Мы видим, что экономика вполне себе как-то выживает и без министра должного. Теперь касаясь министра внутренних дел. Но госпожа Голубева, конечно, наверное, сегодня находится в тренде тема того, что должны быть у нас обязательно членами Кабинета министров и вообще в других каких-то на больших должностях члены ЛГБТ-сообщества. Но она по образованию филолог, который потом там учился, сарасист, это ни для кого не секрет, закончил еще и как историк европейский соответствующий СОРОСа университет. Она, в общем-то, ближе, наверное, к сфере образования и могла бы, наверное, действительно внести свой весомый вклад. Или хотя бы благосостояние, потому что она вспоминает, что это большая тема действительно этого ЛГБТ-сообщества, о том, что они борются с этим насилием, неравенством и так далее. И она об этом заявляет. Да, я немножко в этой сфере что-то понимаю. Она как раз о благосостоянии могла бы говорить, может быть, даже к той сфере ближе. Ее ставят на совершенно такую сложную абсолютно должность министра внутренних дел. Это говорит о том, что она просто доработает на этой должности номинально вот этот оставшийся год с лишним до следующих выборов. И в принципе большого значения, как мы понимаем, не имеет, кто возглавляет министерство в сегодняшней ситуации. Да, это, с одной стороны, весьма печально, потому что действительно министерство внутренних дел, наверное, ключевое ведомство. Мы знаем, что очень много процессов происходит в последнее время. И есть претензии к следствию по поводу расследования этих таких печально известных заказных убийств. И прокуратура жалуется на качество работы его следственных органов. Нет преемственности. Нет, как мы знаем, в свое время была ликвидирована Академия полиции. То есть много проблем, таких горящих, которые надо решать. Это ведь вопрос внутренней безопасности, национальной безопасности. Ну, министр Гиргенс, в общем, сегодня объявил утром, что уже подготовлен полностью пакет для создания Академии внутренней безопасности, по сути дела, восстанавливая полицию... Академию полиции, да. Академию полиции, прошу прощения. Академия полиции, которая в свое время, хочу напомнить, была ликвидирована при министре внутренних дел Мурнец. Чем, собственно говоря, в общем она и прославилась, и так и осталась в истории. Никаких других заслуг за ней, в общем, не числится. Конечно, Гиргенс проявил огромную работу, и мы видим и аресты, и ротацию самых высокопоставленных чиновников. И мы видим по-настоящему начатую, только при нем, борьбу с контрабандой, борьбу с контрабандой сигарет, громкие дела, огромные аресты и огромные захваты не только сигаретной контрабанды, но и также наркотиков и так далее. Действительно огромная работа была проведена, но это очень сложное звено, самое сложное. Что касается, я хотела бы все-таки вернуться к экономике. На самом деле там тоже есть очень серьезные проблемы, которые никто не хочет решать. Есть премьер-министр, который и вчера еще на пресс-конференции, говоря о том, что они сплоченные команды, сейчас лух как возьмутся и выведут нас из этой кризисной пандемии к светлому будущему. Он постоянно повторяет, и вчера повторял, что нужно проводить реиндустриализацию, что нам нужны сильные предприятия, которые в свое время радостно были уничтожены полностью, сравнены или с землей, или построены сарай, так называемый, где торгуют каким-то барахлом, шматьем и так далее, и так далее, на месте высокотехнологичных даже предприятий. Сегодня он говорит о том, что нам не нужен транзит, это пустое дело. Нам не нужны банки, через которых тоже только гоняли деньги, что было совершенно очевидно, конечно, и кризис, в который нас вторгла система вся, вот эта финансово-коммерческих банков, осознана совершенно. И мы будем заниматься реиндустриализацией, то есть на пустом месте создавать производство, забывая о том, что любой экономист скажет, что Латвия маленькая страна, и что экономика держится на малом бизнесе. Он хочет сделать то же самое, то есть он хочет, по сути дела, реиндустриализацию, то есть создать какие-то большие, заграничные, естественно, потому что у нас своих нет внутренних ресурсов, даже не хватит никаких европейских фондов, заграничные привезти предприятия, которые будут нас обеспечивать буквально рабочей силой, и мы опять же будем иметь деньги по тому же принципу, как бы и транзит, и та же перевалка денег через счета нерезидентов наших латвийских банков. Поменять шило на мыло, еще неизвестно, когда это все будет. Малый бизнес – это и есть опора нашей экономики. Что сделано для малого бизнеса? Что сделано министром экономики? Где программа сохранения? Увеличение налогов, увеличение налогового времени для самозанятых лиц, уничтожение микропредприятий, как таковых, по сути дела, реформа, которая уже происходит, она уже утверждена. То есть на самом деле поддержки никакой нет. Да, вот тоже интересно, вот вы в самом начале сказали про правовой нигилизм, ну, имея в виду ситуации вот с правительством, но ведь правовой нигилизм имел место и в свете вот этих скандалов с административной территориальной формы, буквально на днях, там Левиц даже начал что-то, правда, невнятно грозить чуть ли сейму распуском, поскольку они не хотят исполнять решение Конституционного суда, и как-то так тоже все обошлось. Ну, это началось не сегодня и не вчера. Игнорирование решений Конституционного суда мы наблюдаем с момента принятия решения в законе о высшем образовании. Когда Конституционный суд принял решение, что все-таки норма о том, что образование будет проходить там с огромными ограничениями на латышском и чуть-чуть квота на европейских языках, языках Европейского Союза, было признано неправильным и отдано на пересмотр, и в части отдано и в Европу. Но опять нарушая все абсолютно формальные процедуры о прохождении такого законопроекта в трех чтениях, повторно опять же, то есть уже понимая полную безнаказанность и дозвол, так называемый, делать что хочешь, то есть совершенно нарушая все мыслимые и немыслимые законы, регламенты и так далее. Они во втором чтении подали пакет опять в Министерство образования, еще хуже приняли целый пакет нормы по ограничениям использования языка, что, кстати говоря, повлияет и на доход, и на экономические показатели Латвии, потому что иностранные студенты, конечно, это на самом деле очень весомые вклады и увеличение нашего ИКП, так называемого, ВВП, да. Ванного национального продукта. Да. И, собственно говоря, вот сегодня президент тоже это провозгласил. А чего удивляться, что решение по административной реформе будет проигнорировано? На самом деле можно... А почему президент провозглашает? Мне хочется спросить такие законы. Человек, который по профессии юрист, человек, который работал, был судьей европейского суда, ну, в конце концов, ну, он должен иметь политическую волю, хотя бы в этом, это же и есть главная его функция, на самом деле другой нет, да. То есть он позволяет заниматься этим правовым нигилизмом, он его на самом деле, по сути дела, прикрывает. Это и касается как раз вот то, что вы упоминали вообще при высшей школе языков частных вузов. Да, ведь мы знаем, что СЕМ фактически проигнорировал дух и буквы конституционного суда, и ничего. Левец сделал какие-то замечания, да, при этом замечания тоже были весьма странные, что надо было вообще, так сказать, там с иностранными языками разобраться окончательно, да, и подписал. Любой юрист знает, что сегодня конституционный суд неполноценно выполняет свою функцию в буквальном смысле этого слова, потому что в массовом порядке, в массовом, поверьте мне, те заявления, которые подаются в конституционный суд с требованием пересмотреть какую-то норму закона от частных лиц, не принимаются вообще. редкий случай, когда конституционный суд на свое усмотрение все-таки начинает дело и доводит его до конца. В массе своей, в большинстве своем, и это можно проверить по статистике, это ни для кого не секрет, особенно для юристов, в массе своей они пишут, недостаточно обоснования, вообще мы не видим основания это пересматривать, да, и они выборочно смотрят дела. Соответственно, то, что они смотрят, тоже не имеют сегодня никакого влияния, это вообще нарушение основ конституции, когда решение конституционного суда игнорирует парламент, в том числе, кстати, при участии президента страны, если он провозглашает этот закон, да, то есть мы видим, что нивелирована абсолютно деятельность конституционного суда в Латвии. Да, и это вообще, так сказать, печально, потому что мы вообще можем говорить вообще о состоянии, ситуации с правым государством. Может быть, такой последний вопрос, я понимаю, что такие прогнозы делать сложно, что-то вообще может измениться после выборов в Сейм в октябре следующего года? Еще время, конечно... Это очень сложно, более того, я вам скажу, что действительно пандемия ввела нас в некий такой ступор, ну, и в буквальном, и в переносном смысле этого слова. С другой стороны, этим, кстати, можно и объяснить такую распущенность и вседозволенность и неисполнение вообще правил и норм законов со стороны того же правительства и замены министров и вообще поведения. Да, я уже не говорю о том, что процедуру нужно было соблюдать. Такое ощущение, что нас всех загнали как бы в закрытые помещения и в это время вот этот весь аппарат, правительство, бюрократический аппарат, да, они творят, что хотят, да, и нам просто не позволяют даже как-то выразить свое возмущение. Я имею в виду население Латвии, да, понятно, что парламент рука в руку работает бок о бок вместе с правительством, и они там голосуют и имеют свое это нужное большинство. Мы помним, что у нас вообще в правительстве формировала партия меньшинства, да, и премьер-министр у нас в партии меньшинства сегодня. И, конечно, вот эта инерция, на мой взгляд, она не позволит что-то кардинально поменять. Безусловно, та политическая элита, которая укоренилась в Латвии, она и будет продолжать существовать. И кардинально что-либо изменить, чтобы новая какая-то политическая сила влилась и имела огромное влияние, мы видим, насколько трудно консервативной партии сотрудничать с существующей коалицией. Они же новая политическая сила и компромиссы и так далее очень сложно достигаются. И они не могут выполнить в итоге свои обещания. Мы помним и ОИК, мы помним и освобождение единственного жилья от налога на недвижимость, да, реформа по налогу на недвижимость, которая немножко зависла, но, опять же, им же надо собирать откуда-то деньги, они обязательно повысят и так далее, и так далее. Очень сложная ситуация и она, конечно, связана с тем, что у нас есть некая укорененная система, которая поддерживается очень усиленно, не давая новым политическим силам действительно войти не в правительство, не поменять как-то ситуацию в структуре, скажем, правительства министра. Это правда. Ну, что ж, пока такая, может быть, не очень оптимистическая картинка, но такова реальность. Ирина Цветкова у нас была на прямой связи, декан юридического факультета Балтийской международной академии, большое спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.